Вот одна из линий этих кукловодов – Чехия. Сегодня уже с Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите, меня сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят. Они ничего не понимают. Я поручил выдать эту информацию, СССР, чтобы вы увидели, чего они хотят. Они продолжают наседать, они продолжают от них требовать, выводите людей на улицу, цитата, и ведите переговоры с властями о добровольной сдаче власти. То есть Лукашенко, находящийся во главе вертикали власти, во главе государства, добровольно, при 80% голосов, должен передать им власть. Это оттуда идут команды. Надо отдать должное местным, нашим этим. Они возмущены до предела и говорят, что это невозможно, в Беларуси не та ситуация, чтобы вести переговоры. Ну и те сейчас то ли запрещают им вести эти переговоры. В общем, пытаются управлять процессом из-за рубежа. Я про Польшу не говорю. Там уже все осели, кто должен осесть, и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину, оттуда ехали, но это, уверен, не государственная политика. Но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России определенный приток людей, которые, понимаете, они не лезут на штыки, они на штыки пацанов бросили. Вы же видели, кто сегодня по ночам там бродил и пытался провоцировать милицию. И не просто провоцировать. Вы заметили, что они уже штурмом пытались взять то ли РОВД, то ли УВД. В Новогрудке и Кареличах, по-моему, подтверждается информация. Они штурмом хотели взять органы власти. Они сегодня 200-300 человек бросили на самый юг. Они окружили райисполком, пришлось пограничникам вмешаться, там пограничный отрат базируется. То есть вот в отдельных точках, где они собрали людей, они пытались захватить органы власти. Поэтому то, о чем я говорил, это все подтверждается. Я предупреждал. Майдана не будет. Как бы кому-то это не хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться. А родителям, третий раз говорю, посмотреть, где их чадо. Чтобы не было потом больно. Чтобы мы не ахали, не охали. Ранено где-то около 25 ребят из ОМОНа. Есть переломы рук, переломы ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим.